Дмитрий Черничкин, 93 года. Он почетный гражданин Рязани. Человек, который прошел всю Великую Отечественную войну. А началось все в 16 лет. Немцы подошли близко к Рязанской области и оккупировали 7 районов. Фашисты обыскали дом Дмитрия Алексеевича, ведь его тетя была коммунисткой. Искали спрятанные документы, но так и не нашли. На следующий день вывели всех жителей деревень. И вдруг увидим виселица на столбах телефонном. И уводит парня, избитый весь, поникший головой. И на груди написано, в фанерах висит, и написано «Партизан». И прибит комсомольский билет. Они нашли билет комсомольский у него и повесили. Когда стали вешать, говорят ли мы, это наш парень из нашего класса. Вместо страха в сердце проснулась ненависть к фашизму. Но чтобы уйти на фронт, пришлось подождать еще год. Ведь он был несовершеннолетним. В 17 лет Дмитрия Алексеевича все же распределили на Первый Украинский фронт. Дальше больше. Он освобождал Польшу, Венгрию, Чехословакию, Австрию и дошел до Берлина. Был шофером, перевозившим бомбы. Сегодня он вновь в кругу фронтовых друзей. Ветераны собрались, чтобы отметить 76-ю годовщину Сталинградской битвы. Это решающий был для немцев момент отомстить за Москву и сделать победу над нашей Родиной. Наш народ. Выстрелы. Именно такой жестокой, наглой, именно фашистской деятельностью. В зале ветераны, которые прошли войну. Танкисты, зенитчицы, фронтовые подруги. Сейчас живых осталось лишь 350 человек. Из них лишь 8 принимали участие в Сталинградской битве. К сожалению, самостоятельно передвигаться они уже не могут. Но их рассказы о фронтовой жизни передаются из уст в уста, как и память о битвах, перевернувших ход Великой Отечественной войны.